Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть каждого из вас на своём канале. С вами Ольга Придухина. И это видео мы начнём сразу с вопроса. Вопрос у меня к вам. Может ли бабник измениться? То есть перестать быть бабником, перестать бегать за каждой юбкой, перестать, да, ухлёстывать за каждой женщиной? Давайте сегодня обсудим эту непростую тему. Жду ваше мнение. Действительно интересно, может быть, у вас были в жизни такие вот эксперименты, когда бабник вдруг перестал быть бабником. Я сегодня вам расскажу несколько очень интересных историй. Друзья мои, подписаны ли вы на мой канал? Если вы ещё не подписаны, прямо сейчас подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте лайки, и мы с вами будем чаще встречаться и общаться. Действительно, на сегодняшний день по статистике многих женщин, да, есть такая определённая женская статистика, шутка, да, по данным соцопросов, действительно бабников много. Кто же такой бабник, да? Это мужчина, у которого всегда огромное количество женщин. Он практически бегает за каждой юбкой. То есть вот ему нравится и та, и это, и это, и это. Причём обычно бабник, он часто имеет жену, да, то есть у него есть жена, у него есть семья, но параллельно есть ещё огромное количество женщин, да, с которыми, может быть, ему интересно, может быть, ему интересно именно в плане половых отношений, да. То есть обычно, на мой взгляд, бабник – это мужчина, у которого есть определённые проблемы с самооценкой. То есть, возможно, эта проблема очень тяжёлая, очень глубокая из детства, когда вот в детстве он был там никому не нужный, никому не нравился, родители на него мало внимания ему уделяли, девочки мало внимания уделяли. И тут вот он вырос и решил, ах, так, я вам сейчас всем отомщу. Кстати, друзья, подписаны ли вы на мой телеграм-канал? Если вы ещё не подписаны, обязательно переходите, подписывайтесь. Первая ссылочка в описании под этим видео. Я каждого из вас очень жду, на самом деле, каждого из вас. Поэтому, кто смотрит это видео, обязательно переходите, подписывайтесь, и мы будем с вами чаще встречаться и общаться. Участвуйте в вопросах, комментируйте. Для меня это очень всё важно и интересно. Поэтому каждого из вас я жду. Ну что, дорогие мои, действительно, мужчина, который вот что-то вот чувствовал, да, какую-то вот определённую обделённость. И здесь действительно он вот старается тем самым привлечь к себе внимание. Причём, внимание не только женщин, да, там и своих родителей, и своей жены, что вот смотри, вот на меня ведь обращают внимание, да. Причём, опять же, и жена-то вроде бы ему для галочки, да. Да, часто были раньше такие истории, что вот там заядлый бабник вдруг женился. Но обычно вот по своим знакомым могу сказать так, что бабник-то женился, но это вся история, прекрасный, счастливый союз, прекрасные отношения длились не так долго, как бы того хотелось, да. Потому что в определённый момент сигнал, который действует, что надо, надо, мне нужно общение, да. То есть сначала жена была интересна, жена заинтересовала. Там, может быть, год-два, там, три он спокойный. Ну, три вряд ли, да, даже год вряд ли. И начинается опять вот это вот хождение. И для бабника, мне кажется, каждая женщина – это такой определённый, ну, как завоеватель. Вот плюс одна женщина в мою копилку, плюс ещё одна женщина в мою копилку. То есть он как бы такие вот собирает, да, сколько у меня их было, да, сколько ещё будет до конца жизни. И для него такой трофей, да, определённый. То есть ему нравится, то есть отношения ему не хочется с этими женщинами. То есть ему нужны отношения именно сексуального характера, чтобы вот ему сказали, какой ты красивый. Обычно бабники – это такие прям нарциссы, да. Они очень хорошо выглядят, они обычно там хорошая работа, да. То есть они достаточно, может быть, финансово обеспечены. Они такие красуются собой, да. То есть вот я такой красивый, вот, и я такой вот весь талантливый, элегантный. И вот я весь вот прям такой вот классный. И он прям сам от тебя кайфует, да, вот в этом плане. То есть я от тебя кайфую, и вы всех, друзья мои, от меня кайфуйте, да. Вот эта вот история. И действительно, вот, ну, вы же не дадите мне соврать, да, что это действительно так, что этим мужчинам нравится, когда в спальне зеркало, потолок зеркальный, да. Это когда в гостиницах раньше встречали зеркальный потолок. Какие у вас были мысли по этому поводу, да. На конференции приезжаешь в гостиницу, а там потолок зеркальный. Что вы про это думали? Господи, какой ужас, кто хоть это сделал, какой ужас. А на самом деле вот для бабников это самая та классная история, что он на себя будет смотреть со всех сторон, какой он весь красивый. Вот, соответственно, сможет ли он измениться? Да, есть определенный процент мужчин, которые меняются, да, там, ради чего-то, там, ребенка, жены, семьи. Но я бы этот процент все-таки очень-очень уменьшила, да, на самом деле, потому что все-таки эта история будет повторяться, повторяться, повторяться. И, в принципе, даже знаю мужчин, которым далеко за 70, они так и продолжают вот такой свой образ жизни, который им очень-очень нравится. Поэтому, дорогие мои, очень интересно ваше мнение. Может быть, у вас есть другие инсайты, другие примеры, когда вот прям такой закоренелый, такой задеревенелый бабник вдруг изменился и стал примерным семьянином. Обязательно мне напишите, действительно очень интересно. Тема вообще очень такая острая, да, потому что ведь мужчины не всегда говорят, что да, я бабник. Они же это скрывают, скрывают очень долгое время ото всех. А только потом женщина узнает, что он действительно вот прям такой вот он весь бабник. Жду ваше мнение в комментариях. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы нам не потеряться и очень скоро встретиться. Друзья мои, также каждого из вас я жду в своём телеграм-канале. Первая ссылочка под этим видео прямо сейчас. Переходите, подписывайтесь, и мы будем с вами чаще встречаться и общаться. Там я публикую самые эксклюзивные материалы. Всем пока-пока, всех жду. Первая ссылочка в описании.